Всем привет! Недавно состоялось третье в моей жизни посещение родблока, поэтому в качестве преамбула к этому, по-моему, интересному видео, вам чуть-чуть моей проходочки из приемного покоя по родовому отделению в родблок. Первый раз я рожала аж 15 лет назад, по дежурству просто по УМС в очень хорошем роддоме в Москве, но 15 лет назад и в очень хороших роддомах чуть-чуть был дефицит. Тут боксы выглядели как быстро разделенные большие отделения прозрачными перегородками. Тут вторые роды по контракту, но и по УМС. Знаете ли, в Щелковском перинатальном центре все гораздо лучше, чем 15 лет назад в четвертом роддоме Москвы. Целиком новый перинатальный центр. На моем канале есть видео двухлетней давности. В целом мои отзывы о перинатальном центре вообще и всем, что случилось со мной там, крайне положительные, поэтому новое, не знаю, буду делать, не буду. Вот, 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 вот там кварцующееся вусьо и оснащение, да, вы видите, ничего не стало вырезать из этой проходочки. Поняла, что не могу молчать, накопилась эмоция. Сейчас расскажу, какие вещи стоит покупать перед подходом народа, какие не стоит покупать. Общее это, ну, сейчас все услышите. Короче говоря, такие мелочи, как пеленки, прокладки, одноразовое белье, все, на чем на нас хотят заработать. Смотрим. Итак, в первую очередь попрошу не повторять моих ошибок, не покупать готовые укладки в роддом. Перед второй поездкой я купила одну такую укладочку, там были не дешевые прокладки, бренд не помню, послеродовые, а очевиднейшая хрень. Вот одну я прям даже оставила, наверное, себе как напоминание больше так не делать. Остальные я потратила на подтирание воды из-под горшков с цветами, вот правда. По назначению, я считаю, это вообще не надо использовать. То есть больше всего это напоминает в лихие 90-е какие-то вот первые наши прокладки. Ну, я не знаю, может быть, они не первые, какие у нас в стране начали производиться. По крайней мере, в моей жизни это было что-то такое вот первое купленное, и больше никогда. Вот абсолютно вот такая же хрень там лежала, причем укладку я брала недешевую. Еще что могу сказать из этой укладки, еще с тех пор, с предыдущей поездки в ротблок, у меня остались раз, два, три, четыре и пять-шесть. Накладки на унитаз мне вообще ни одна не понадобилась ни в этот заезд, ни в прошлый, потому что индивидуальный бокс все помыто, почищено так, что не вызывает никаких сомнений. Индивидуальная палата, где толчок, который тоже там специальная отдельная санитарка для обработки санузла, там приходит все моет. Отдельная санитарка для обработки детских мест, то есть детской ванночки, детского столика с отдельными тряпками. И отдельная санитарка для обработки палаты. Поэтому в моем случае это было абсолютно излишнее приобретение. Одноразовое покрытие на унитаз мне не понадобилось. Трусики с Энни. Я тогда использовала одну штуку на первые двое суток, прихватывать прокладки, о которых сейчас расскажу. И в этот раз одну штуку использовать. Вот, кстати, да, срок годности в апреле истекает, как я удачно успела еще одну штуку использовать. Но я думаю, если полежат вдруг кому из родственников или как-то так понадобятся, это просто обычные трусы-сеточки. Помните, такие фиксирующие бинты раньше были? Вот такой бинт только в форме трусиков, чтобы свое белье не испачкать. Очень простая конструкция. В принципе, рекомендую. Еще у меня были вместо прокладок на первые сутки трусики впитывающие, кажется, на Пеклаб. Одна штука осталась после родового подарка с прошлого заезда. И в этот раз мне пригодилось. Действительно, было очень комфортно. Но я думаю, что большинство трусов урологических, они примерно по тому же принципу, И если хотите прям такую монолитную конструкцию трусами, то можно что-то вот посмотреть в этих отделах, прям как большие трусы впитывающие. Но вот эта штука, она, по-моему, более бюджетная, более дышащая. И, собственно, вот эту вот основную часть можно регулировать в зависимости от того, какие там у вас крыльянистые выделения, обильные, не обильные. Потому что в первые сутки пара пеленок 60 на 60 полностью залитые. Это вполне нормальная кровопотеря. Поэтому в качестве вот именно такого прокладочного средства несколько пеленок 60 на 60, если они даже не указаны в перечне того, что ваш роддом рекомендует взять с собой, я бы посоветовала. Они как раз удобно складываются сначала по центру. Так, у меня где-то даже есть такая, секундочку. Ну, вот она как раз пеленка 60 на 60. И сначала центром, а потом можно еще центр вот так вот застелить. И как раз, когда первые сутки много лежишь, оно все хорошо распределяется, полностью используется и комфортно фиксируется. Удобно, дешево, сердито, классно. Еще у меня аж с прошлого заезда осталось. Вот. Лаурелла. На упаковке везде написано просто про большие впитывающие прокладки. Но наш маркетплейс это очень сильно рекомендовал. Я не помню, Вайлдберрис или Озон, честно. Как прокладки послеродовые. На самом деле просто здоровенная прокладка без крылышек. И по цене что-то они у меня остались в памяти, как далеко не самый выгодный вариант. Вот. Появилась на отзывы, взяла. На самом деле, больше всего я рекомендую не искать каких-то спецпрокладок. А вот Котекс ночные, экстрадлинные, с кучей-кучей-кучей-кучей капелек. Так вот она, такая прокладище. И вот мы ее разворачиваем. Вот. На ближайшие дни после родов вот эта еще фигня вот так вот раскрывается. Так что можно лежать, вертеться. И хорошо фиксируется, в принципе, и обычным бельем, и вот этими штуками. Только вот к ним, если хотите, чтобы трусы дольше просуществовали, я бы отдирать вот эту клейкую часть не советовала. Они сами по себе хорошо держат без приклеивания. И потом просто это выкидываете, новую кладете. А трусы, они как бы живут дальше с вами вместе. Вот примерно вот так процесс выглядит. И все шикарно. То есть, если приклеите, то они порвутся, и тогда все использовано будет. Так, оставляем котекс. Это вот прям топ. Также очень-очень могут пригодиться просто либрес ночные. Вот, они заметно меньше. Ну и у всех все по-разному, и размеры разные. Вот, поэтому смотрите под себя, насколько котекс больше, чем либрес. У меня сейчас в хозяйстве нет ночных прокладок Фаберлик, но они тоже с двумя парами крылышек, вот примерно как вот эти. По-моему, они чуть покороче котекс, подлиннее либрес, и очень-очень много впитывают. Поэтому, поверьте на слово, ночные прокладки Фаберлик тоже можно брать. Для этой цели, вот, нормальная прокладка либрес. Сейчас я ее разверну для сравнения. К концу первой недели уже можно и на нормальные переходить прокладки. Поэтому сильно много набирать и того, и сего, и пятого, и десятого. Я бы вообще вам не советовала. Пару пеленок 60 на 60, и какая-нибудь одна упаковка больших прокладок, и одна упаковка стандартных прокладок. Абсолютно вам хватит. Мое искреннее человеческое мнение, если все в пределах физиологической нормы. Конечно, бывают случаи, когда что-то идет не так, но я надеюсь, никого из моих зрителей этого не коснется. У всех все будет классно, только приятные воспоминания о начале новой жизни. По поводу прокладок, которые в верхнюю часть тела, а именно в бюстгалтер, вкладыши лактационные они называются. Вы знаете, я в поиске своего дьявола в этот раз в Щелковском перинатальном центре на посту я углядела розовенькие вкладыши, но ни детская медсестра, ни акушерка так не сказали, что это за вкладыши. Мы решили, что это, наверное, консультанты по грудному вскармливанию насыпают. Там они есть на постах, на всех в послеродовых отделениях. Ой, классные и мягкие. Для меня загадка, что это за фирма. Будем искать. Пока я по прошлому опыту потратилась на лавулар. Вот они много впитывают. По мягкости, то, что явно какое-то гораздо более дешевое наше на посту было, было мягче, приятнее. По цене они, собаки, дорогие, меня не очень сильно устраивают. Буду поэтому что-то пробовать еще. Но вот чтобы сразу, когда соски максимально чувствительные в первые дни, особенно если вы первый раз кормите грудью, вообще не знаете, как это делать, риск травмироваться, он самый большой. Поэтому тут бы я не экономила, я бы взяла лавулар, потому что, да, они мягкие, нежно на сосок ложатся. Прямо такая поверхность у них хорошая. Потому что прошлые мои эксперименты со всякими, там, пилигринами, еще какими-то нашими показывали, что мы гораздо жестче. И с трещиной на соске это прям чувствительно. Если сосок абсолютно целый, не пострадал, все супер, тогда, да, можно воспользоваться старым советом еще со времен, когда не был развит YouTube и прочие соцсети, все сидели на форумах, да, взять обычные каждодневные мягкие прокладки, резать их напополам. Это вообще очень дешево и сердито. 15 лет назад с первым сыном я, собственно, так и делала. И как бы все хорошо. Поэтому можно пойти дальше вообще, если особо ничего не течет, и марлечку под страховки подкладывать. Вот. Поэтому на всякий случай поступите, как я перед третьими родами. Повесьте себе табличку «У меня все есть». Почаще ее перечитывайте, особенно если где-то понаслушались хвалебных отзывов, что бежать покупать только вот это, все остальное фигня. Это касается и прокладок, и прочих других приблуд для молодых мам. Зарабатывать на нас пытаются, на нашем желании. Подстраховаться на все случаи жизни и купить все самое лучшее. Ого-го как. Не надо. Если все пойдет хорошо, то вообще вам минимум чего-то из этого понадобится. А если сразу настраиваться, что случатся все несчастья, какие только могут, ну, это какая-то дорога не туда и не в тот момент. Поэтому я всем желаю хорошего настроения, уверенности, что все пройдет легко, хорошо, и будет полное счастье и радость. Не ведитесь на рекламу, не покупайте готовые укладки. Всех люблю. Что-то еще хотела сказать хорошее. Ну, сейчас чуть-чуть уже тупить начинаю с недосыпа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Контент у меня тут в основном бьюти, но, может быть, еще что-то расскажу про свои роды. Отзывы на предыдущее мое посещение Щелковского перинатального центра где-то закреплю или в комментариях, или в описании видео. Ну, если что, YouTube этот ролик часто рекомендует, так что посмотрите. Там все классно, пусть у вас будет не хуже. Пока-пока.